Смотрите, выставка, посвященная Кавказу, также рассказывает нам о писателе Расуле Гамзата, он, наверное, самый известный из тех. Итак, это советский поэт, прозаик, полицест, российский общественный политический деятель, переводчик, горой социалистического труда, народный поэт Дагестанской СССР, лауреат сталинской третьей степени, ленинская премия, премьер СФСР имени Горького, кавалер Ордена Святого Апостола Андрея Первозванного. Итак, он окончил Аварское педагогическое училище, спустя год пустил в Аварский театр. Читал в сельских школах свои произведения. Первое из своих стихотворений он подписывал фамилией отца Даса, но затем сделал псевдоним Гамзата, под имени отца Гамзата Цадаса. Первый сборник с творений Гамзата вышел в 1943 году, когда им было всего 20 лет. В 1945 году поступил в Московский литературный институт имени Горького, в 1949 в Москве в издательстве «Молодая гвардия» вышел в сборник под названием «Песни Гор». В 1951 году он стал председателем Союза писателей Дагестана. Для его произведения характерно логическое искренность, там чувствовали разрывные связи с родиной, с традициями аварских поэтов. В 1958 году вышла поэма «Горянка». В 1962 году он вошел в Верховный Совет СССР, высший орган государственной власти. В 1967 году вышла юридическая оповесть «Мой Дагестан». После 1969 в его творчестве появились новые жанры. Он писал эпиграммы и послания. Многие стихотворения Гамзата олюбили в основу песен. Изначально их исполнили в Дагестане, а затем они стали популярны во всем Советском Союзе. Испели Анна Гетман, Муслин Магомайев, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Марк Бернес, Вахтан Кико Бетзе, София Ротаро и другие певцы. Соответственно, все видим, да? Знаменитый стих про журавлей. Советский композитор Яр Френкель написал музыку на стихи, расслоган «Затого журавлей» песню исполнил певец и актер Марк Бернес. Она звучала на радио, если видеть образ журавлей павших воинов, выклечивали в памятниках. Песня стала символом памяти о солдатах, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Задумал он журавлей в японском городе Феросиме. Он пустил памятник японской девочке-солдатке, которая умерла от лейкемии, впоследствии взрыва атомной бомбы в во время Второй войны. В 70-80-е сборники его выходили регулярно, стихи переводили на иностранные языки. В тот период вышли в его книге «Последняя цена», «Остров, жизнь, кольцо жизни, люди и тени». До конца жизни возглавлял союз писатель Дагестана. Умер в 2003 году в Москве. Его похоронили в Махачкале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!